Вот все эти моменты попадания Солнца в спиральные рукава и встроенные потоки в истории Земли отмечены как эпохи глобальных геологических, биологических и геохимических катастроф, которыми геологи связывают границы, к ним привязываются границы современной стратеграфической и геохромологической шкафы. Вот на этом слайде слева показана, во-первых, спиральная структура галактики, вот черным цветом, спиральная структура, вернее, структура четырех логарифмических галактических ветвей. А вот синим цветом показана расчетная орбита движения Солнца в галактике. Белкими циферками отмечены моменты попадания Солнца расчетные в струйные галактические потоки. Вот. Значит, там десять цифр. Я должен вам сказать, что, вообще говоря, расчеты орбиты движения Солнца в галактике в свое время, в начале 50-х годов, были выполнены Паринага. Вот. Однако эти расчеты проводились без учета скрытой массы нашей звездной системы и для несколько другого современного удаления Солнца от центра галактики. Вот в этих расчетах впервые вот учтена скрытая масса галактики, это первое, и второе, учтены сопоставлением с геологическими данными, учтены моменты попадания Солнечной системы в струйные потоки галактического вещества. Вот с правой стороны показан график периодов попадания Солнечной системы в струйные потоки галактического вещества. То есть по оси ординат здесь отложено время между последовательными попаданиями Солнечной системы в струйные потоки. Вот я хочу обратить ваше внимание на то, что эта кривая носит периодический характер. И она модулирована периодом 250 миллионов лет, который по расчетным данным является аномалистическим периодом движения Солнца по орбите. Хочу обратить ваше внимание на четвертую точку. Вот эта точка, я потом о ней буду говорить подробнее, эта точка, она у нас повторяется для трех последних оборотов, и в фанерозойской истории Земли, с ней связано начало палеозойской эры, это эра древней жизни, и начало кайнозойской эры, это эра новой жизни. Это очень важные рубежи, на которых происходила резкая смена, резкая смена биоты на земном шаре. Тумирание прежде всего связано в эпохе попадания в струйные потоки, Солнечная система и Земля в том числе бомбардируются галактическими кометами. Это совершенно новый класс космических образований, который вообще говоря, вот мной следуется впервые. До вот этих работ, до предложения галактоцентрической парадигмы, об этом классе космических объектов практически ничего не было известно. Наблюдаемые сегодня кометы к галактическим кометам прямого отношения не имеют. Вот эти кометы являются продуктами рассеяния галактических комет на телах астероидного пояса. И вот первые оценки и массы галактических комет, и количество их поступления в Солнечную систему были мной сделаны в 90-м году на основе анализа численности долгопериодических и короткопериодических комет в Солнечной системе. Вот буквально 5 лет назад удалось провести очень достаточно корректные расчеты количества поступающего на Землю кометного вещества и количества падающих на Землю комет по кратерам на планетах Солнечной системы, лишенных атмосферы. Что здесь я еще хочу сказать? Что существует, вообще говоря, два типа галактических комет. Есть кометы, которые возникают, есть кометы, которые рождаются в струйных потоках галактики, есть кометы, которые возникают, да, эти кометы двигаются в галактической плоскости, и за время примерно 30 миллионов лет, как и звезды, они уходят за видимые пределы галактики. Есть кометы спиральных галактических рукавов, в которых, как мы полагаем, в свое время возникло и Солнце. Вот. Эти кометы двух типов, они отличаются составом вещества. Вот кометы спиральных галактических рукавов в своем составе имеют повышенные концентрации элементов со средними атомными весами. В частности, от натрия до кальция включителя. И вот на следующем слайде, если можно показать, да, вот на следующем слайде показано, что вот вверху приведены эпохи образования отложения фонерозои, ну, немножко мы захватываем до кембрей, до кембрей, эпохи отложения фосфатов, вот это такие темные высокие столбики, узкие. Потом пунктирные линии показаны соли, и в сплошной, темной линии показаны отложения карбонатов. Так вот, не менее интересен, чем феномен Марганца, еще феномен отложения фосфатов. Все крупнейшие формации фосфатов отлагались в очень узких стратеграфических интервалах времен. Это граница Венда и Кембрия, это начало фонерозоя, начало полиозоя, так? Это граница кайнозоя, и это граница, вот здесь, это вот, скажем, пермкарбоновая граница. На что я хочу обратить ваше внимание, что, вот, да, причем, 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 отложение фосфатов происходило, ну, практически, вот все современные запасы фосфатных руд, вот в эти, на этих границах, происходили за времена порядка десятка миллионов лет. Причем фосфор присутствовал во всех породах. Глобально. И в месторождениях сегодня содержится, вот, по оценкам, жаркового содержится лишь 10 минус 6 части того фосфора, который в свое время находился на Земле. Вот сейчас, в качестве оценок запасов фосфора, вот, вот такие вот данные приводятся. Так вот, модель пока показала, что все месторождения фосфора, вот внимательно посмотрите, пожалуйста, они приходятся на моменты попадания в Солнце, в струйные потоки, и в спиральные галактические рукава, но на определенном удалении Солнца от центра галактики на удалении радиуса каротации от центра системы. Если вы посмотрите на две вторые вот гистограммы, которые отражают содержание солей и карбонатов, то вы можете заметить, что, скажем, чем больше фосфатов отложилось, тем больше отложилось солей. Мало фосфатов, вот, допустим, в Девоне, мало солей. То есть, выполняется некая пропорция между содержанием солей и фосфатов. Вот. Это связано, как вот удалось нам показать в последних работах, значит, это связано с поступлением на Землю космического вещества, типичного. Значит, если учесть распространенность химических элементов в космическом веществе, причем элементов, которые образуются в результате определенных ядерных реакций нуклеосинтеза, это, прежде всего, реакции горения кислорода, кремния и углерода, то вот распределение полезных ископаемых, вот в данном случае этих, о которых я говорю, на Земле отражает распространенность соотношение химических элементов вот в космическом веществе, вот тех, которые участвуют в образовании этих полезных ископаемых. Более того, отложение разных типов солей определяется соотношением, ну, скажем, скажем, галита, кальциевых солей и карбонаток солей, определяется всецело вот распределением вот кальция, натрия, калия, хлора и так других элементов в космическом веществе. Поскольку, простите, время наше уже совсем подходит к концу. У меня к вам вопрос о прогнозе. В какой стадии находится удаленность от галактических рукавов и истечение вещества Солнца сейчас и когда оно войдет в очередное соприкосновение? Солнце войдет в очередной рукав через 18 миллионов лет.